Европа пытается разрядить обстановку. Превентивных санкций против России не будет, заявил глава европейской дипломатии Боррель. Ограничения готовятся только на случай эскалации. В немецком правительстве отказались от идеи отключать Россию от системы SWIFT. В Белом доме, эту возможность по-прежнему не исключают. Шойгу, тем не менее, пригласили в Лондон на переговоры. New York Times утверждает, российских дипломатов вывозят с Украины. В МИДе не подтверждают, но и не опровергают информацию. CNN выяснил, на прошлой неделе глава ЦРУ Бернс встречался с Зеленским. Сегодня Зеленский принял семь американских сенаторов, а завтра в Киеве ждут госсекретаря Блинкина. На Украину переброшена группа спецназовцев из Канады. Володин говорит, Москва не позволит НАТО оккупировать Украину. В российском Минобороны в преддверии совместных с Белоруссией учений заявили, две страны готовы привлечь весь свой военный потенциал. Лавров заявил, штаты ищут предлог для нападения. Снова заполыхала на Ближнем Востоке. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала бомбардировки Йемена. Мирным жителям советуют держаться подальше от военных объектов. Причина – вчерашняя атака хуситов на нефтяные цистерны в Арабских Эмиратах. Их взорвали с помощью дронов. Нефть на этом фоне уже по 88 долларов, впервые с 2014-го. А Северная Корея продолжает испытания. Накануне запущены тактически управляемые ракеты. Назарбаев объявился спустя неделю после протестов. Бывший президент Казахстана заявил, что еще в 2019-м передался полномочия Такаеву и с тех пор является пенсионером. По словам Назарбаева, он в Казахстане и никуда не уезжал. Никаких склок и противоречий в элите нет. Британская Guardian пишет, бывшие нынешние президенты ведут яростные переговоры о перераспределении активов. Физлица все сильнее верят в торговлю на биржах. Как выяснил коммерсант, уже около двух миллионов человек прошли тестирование на квалифицированного инвестора, которое позволяет торговать рискованными бумагами. Мосбиржа тем временем упала ниже 3,5 тысяч пунктов впервые с декабря. Российские села ждет укрупнения. В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому сельские и городские поселения сольют в городские и муниципальные округа. По словам замминистра юстиции Логинова, в ближайшие шесть лет работу потеряют около 100 тысяч глав поселков и местных депутатов. Проблема в том, говорит Логинов, что в сельских условиях найти другую работу вряд ли получится. Другая часть граждан начала скупать недвижимость в Турции. Рост числа сделок в конце прошлого года на 75% по сравнению с 2020. За год соотечественники купили в Турции почти 5,5 тысяч квартир и домов, уступив только гражданам Ирана и Ирака. Турецкая лира подешевела к рублю почти вдвое. Это стало одной из причин высокого спроса на жилье, пишет РБК. Цены на кирпич за год выросли почти на 40%, отчиталось Национальное объединение строителей. Битумная кровля на треть, цемент на 17%, бетон на 16%. Средняя стоимость стройматериалов по данным Росстата увеличилась на 24%. Подешевели только ДСП и обрезная доска на 0,1%. Правительство пытается вывести отечественные процессоры Байкал на международный рынок. Идут переговоры сразу с несколькими производителями ноутбуков о том, чтобы использовать в них российскую начинку. Впрочем, эксперты, опрошенные коммерсантом, заявляют, партия в любом случае будет небольшой, а из-за высокой цены, если и будет куплена, то госструктурами и силовиками. Производитель других процессоров Эльбрус накануне жаловался. Из-за требований к современной технике отечественная микроэлектроника может оказаться никому ненужным. Вслед за Apple требованиям российских властей подчинился TikTok. Началась локализация его офиса. На сайте и в мобильном приложении появились контакты для обратной связи. Пока список добровольно приземлившихся не так велик. В нем также мессенджер Viber и сервис Likey. По закону, сети с суточной аудиторией больше полумиллиона пользователей должны открыть в России филиал, представительство или юрлицо, а затем разместить форму обратной связи для местных пользователей. В ЦИОМ на этом фоне заявил, 92% граждан могут обойтись без ежедневного доступа к интернету. Росатом объяснил пробки на Севморпути. Перед Новым годом там застряли 20 судов, а произошло это якобы потому, что навигацией командовали два ведомства. Чтобы история не повторилась весной, нужно отобрать полномочия у Минтранса и передать их Росатому целиком, считает его руководитель Лихачев. Правда, в прошлый раз подвел и Росгидромет. Его прогноз опоздал на две недели. Питер стал мусорной столицей России, пишет коммерсант. Создание единого регионального мусорного оператора переполнило помойные баки и чашу терпения горожан. Только за неделю зафиксировано полторы тысячи жалоб. Вице-губернатору Пикалеву пришлось извиняться. Клип шнура на эту тему набрал за сутки больше полутора миллионов просмотров. Неубранным остается не только мусор, но и снег. С травмами из-за гололеда в больнице обращается по 20 человек в сутки. Прокуратура проверяет коммунальщиков. Однако, по данным газеты, все это может быть частью пиар-компании против Беглова, развязанной олигархом Пригожиным после недавней ссоры. Демократия не выдержала испытания пандемии, пишет Рейтер со ссылкой на исследование Эдельман. Опрос 36 тысяч человек в 28 странах показал, что гораздо больше доверия у людей вызывают автократии благодаря жестким мерам по борьбе с ковидом. Сильнее всего упали рейтинги властей в Германии, Австралии, Голландии и США. Выросли в Китае, Эмиратах и Таиланде. Раздача триллионов долларов не смогла расположить к себе население, заключают исследователи. В России за сутки плюс 31 252 новых заболевших ковидом. Умерли 688 пациентов. Всего по стране болеет почти 11 миллионов. Омикрон выявили в половине регионов. Правительство призывает работодателей переводить сотрудников на удаленку. В МГУ составили математическую модель, согласно которой в следующем году ковид превратится в легкую инфекцию. А РБК тем временем пишет, граждане за год потратили на лекарства от ковида 64 миллиарда рублей. Это больше бюджетов в Воронежской или Челябинской областей.